Речь Расула Гамзатова Всемирно известный сын замечательнейшего поэта Гамзата Цадаса и сам не менее великолепный стихотворец, мой друг. Это мало прибавляет к его характеристике. Дело в том, что друзей у него вдоволь во всех республиках Советского Союза, во всех городах, где его видели, где его знают и любят, в одних как человека, а в других как и человека и поэта, наоборот, в одних как поэта, а в других как и поэта и человека, много друзей у него в зарубежных странах. Он, друзья, меня обижен. Но я хотел бы привести вам пример его остроумия, который, может быть, другие друзья не приведут. Но для этого надо бы сделать довольно длинное отступление, которое, я думаю, вы сможете мне простить. Великий грузинский поэт Давид Гурамишвили родился в 1705 году в селении Сагурамо возле Тбилиси. Это было в то время, когда южные соседи Иран и Турция утесняли Грузию, А над самым Сагурамо, на горе Зайдазени, лесгины свили свое гнездо. У них там был лагерь. Они нападали на долину, уводили людей в плен и угоняли скот. Дабы не попасть в плен к лесгинам, Гурамишвили переехал к сестре своей, в селение Ламискана. Это по спидометру 61 километр от Сагурамо. Тем не менее, впоследствии в поэме своей Давид Гурамишвили писал, что он променял родину на чужбину, хотя это в той же самой части Грузии. Как меняется представление с движением времени и цивилизации. Но надо бы сказать, что этот переезд мало помог ему. Когда он был вместе со жнецами на пашне и пошел за водой, чтобы напоить их, прислонил оружие к дереву, лесгины напали на него, связали, приторочили к седлу и умчали через горы в Дагестан. Там его посадили в глубокую яму, предварительно набив на ногу тяжелую колодку. Он сидел там, наконец сумел сбить через год колодку, выбежал из ямы и побежал в Грузию. Его поймали на перевале, возвратили, снова набили колодку и снова посадили в глубокую яму. И Гурамишвили понял, что по этой дороге он никуда не убежит, что его всегда будут ловить на перевале. Он решил обмануть своих преследователей, сбил через год колодку и побежал на север. Его не поймали. Десять дней голодный, оборванный, заросший бородой, скитался он по лесам, терзаемый колючими кустарниками, в полном изнеможении выбрался, наконец, куда-то на простор, увидел реку, которая текла, широко несла свои волны и каких-то бородатых людей, которые обмолачивали хлеб. Один из них, увидев голодного, изможденного Гурамишвили, сказал «Лазарь, дай ему хлеба». Слово «хлеб» было единственное, которое знал по-русски Гурамишвили. Он затуманился и упал в обморок. Это оказались русские казаки. Они его приютили. Потом он переправился в Москву. Жил здесь, возле царя Вахтанга VI, который просил за это время политического убежища у Петра I. И грузинская колония размещалась в Москве на территории нынешней большой и малой грузинских улиц и в селе Всехсвятское на том месте, где левая станция метро «Сокол», если ехать из центра по Ленинградскому шоссе дальше. Потом он участвовал в Семилетней войне. Потом попал в плен. Был вызволен из плена и остался в России. Его поверстали имением на Украине. Он был помещиком Миргородского повета и соседом родителей Гоголя. Он умер в конце XVIII века. Всю жизнь он жил на Украине. Писал по-грузински без особой надежды, что писания его когда-нибудь попадут к его народу. Писал, обогащая грузинский стих элементами русской и украинской просодии. Исполнялось 250 лет со дня рождения Гурамишвили и мог ли быть лучший пример дружбы наших народов и наших литератур. Великий поэт Грузии, занимающий место вслед за Руставели, который родился на грузинской земле, который писал всю жизнь по-грузински, который воевал в русских войсках, нашел приют на Украине и погребен в украинской земле. Поэтому случай юбилей отметили и в Грузии, и на Украине, и здесь, в Москве. В Грузию съехались гости, поэты всех республик наших. И шло заседание в оперном театре, и вставали на трибуну поэты, произносили речи, читали переводы стихов Гурамишвили и свои собственные посвящения ему. И, наконец, слово было предоставлено Расулу Гамзатову. Расул Гамзатов вышел на трибуну и сказал, «Дорогие товарищи, разрешите мне приветствовать и поздравить вас от имени тех самых лесгин, которые украли вашего Давида Гурамишвили». Дорогие товарищи, с нами произошла тяжелая историческая ошибка. Когда мы крали Гурамишвили, мы думали, что крадем обыкновенного грузинского помещика, а по ошибке украли великого грузинского поэта. Когда мы об этом узнали, мы очень смутились, но это было только после Великой Октябрьской революции. Товарищи, Давид Гурамишвили жестоко отомстил нам. Мы держали его только два года в яме и кормили его соленым курдюком. А он нас навсегда взял в плен своей поэзии без надежды, что мы когда-нибудь вырвемся из этого плена и кормит нас только стихами. Дорогие товарищи, я должен все-таки сказать, что известный прогрессивный смысл в нашем поступке был. Если бы мы не украли вашего Давида Гурамишвили, если бы он не убежал из Дагестана в Россию, не жил бы в Москве, не участвовал бы в семилетней войне, не поселился бы на Украине, какой праздник дружбы народов мы могли бы сейчас отметить? Под каким предлогом могли мы приехать в Тбилиси и пожать друг другу руки? Но я хочу вам сказать, что среди нас находится один человек, который единственный не понимает, что здесь происходит. Все чрезвычайно заинтересовались и даже отчасти напряглись. Кто ж такой единственный и не понимающий? Но тут Расул Гамзатов обратился к портрету Давида Гурамишвили и сказал, дорогой, великий Давид Гурамишвили, вы единственный человек здесь, который не понимает, что здесь происходит. Вы умерли, не имея даже светлой надежды, что ваши стихи когда-нибудь попадут на вашу родину, что ваши стихи, написанные грузинскими буквами, прочтет родной глаз. За это время произошло много событий. Вы великий поэт своей страны. Вы переведены на разные языки. Вас читают и чтят во всех республиках. Вы широко знамениты. Вы заняли свое место в истории поэзии. И он рассказал ему обо всем, что отделяет Гурамишвили от нас. И хотя здесь все сидящие слышали об этом и раньше и знают без помощи Расула Гамзатова, но от того, что эта речь была обращена к портрету Гурамишвили, который действительно не знал этого и знать не мог, слова его обрели новый смысл и какое-то достоинство высокой поэзии. И речь его произвела такое сильное впечатление, что зал даже притих и загрустил. Видя такое необыкновенное действие, слов своих, Расул Гамзатов сказал, товарищи, не надо все-таки так огорчаться. Я очень люблю Давида Гурамишвили, но гораздо больше мне еще нравятся сидящие в этом зале девушки и женщины. Но надо сказать, что смех был силен, его приветствовали, он сразу сделался всем знакомым, со всеми дружным, со всеми на короткой ноге. А через некоторое время он написал стихи и посвятил их грузинским девушкам. Он пишет, что в свое время лезгины, аварцы пересекали горы, спускались в грузинскую, кахетинскую, лозангскую долину и увозили девушек в плен. Эти времена позади. Но он, Расул Гамзатов, не может отказаться от того, чтобы в воображении своем поэтическом не уводить их в плен, не поселять их в саклях под облаками, не делать их героинями своих поэм. И он заканчивает эти стихи словами. Мне ваши косы видятся тугие, мне ваши речи сладкие слышны, но все, что я сказал вам, дорогие, храните в тайне от моей жены. Я думаю, что я привел достаточно ясный пример остроумия моего друга Расула Гамзатовича Гамзатова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Рекомендация Перцову Петру Петровичу. Надо бы нам сказать, что в декабре 1942 года был созван расширенный президиум Союза Писателей СССР в Москве. Заседание это было посвящено приему в Союз новых членов. Собрались писатели военные, которые были в это время в Москве, кто повыше чином в волчьей жилетке, среднего чина в собачьей, АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И штатские писатели тоже пришли, которые находились в Москве, в пальто, в ушанках, в ватниках, кто в чем. Виды эти одежды уже не имели. За полтора года войны самые модные пальто почему-то утратили вид своей модности, и она уже мало интересовала. открыл заседание Фадеев Александр Александрович, открыл в этой комнате секретариата, которая раньше была украшена богатыми коврами таджикскими с изображениями Пушкина и Горького, но в это время уже ковры были скатаны в трубочки и усланы в эвакуацию. Вместо ковров висели трубы железные, из которых капало черное, подвязанные такие блюдечки и поддоннички. Фадеев встал и сказал, полтора года идет Великая Отечественная война. За это время мы потеряли третью часть своего состава. В боях за Отечество погиб каждый третий писатель Советского Союза. Между тем, за эти полтора года мы не думали о пополнении наших рядов и нам надо этим заняться. Сегодня передо мной большая папка с делами. Это новые писатели, которые проявили себя на фронтах Отечественной войны не только как литераторы, но и как солдаты, которые брали в руки оружия, когда этого требовала обстановка. Их рекомендацией являются их статьи, помещенные во фронтовой и в армейской печати, и некоторые статьи, которые печатаются так в нашей центральной прессе. Я не думаю, что эти кандидатуры вызвали бы долгие обсуждения. Я думаю, мы примем их сразу, дружно, и здесь особенно обсуждать нечего. Этот вопрос решила сама война. Но тут еще накопилось некоторое количество дел, которые могут вызвать некоторые соображения, может быть, даже споры. Я предлагаю пропустить эти дела в начале. Вот передо мной анкета сына Глеба Успенского Бориса Глебовича. Я предлагаю принять его в члены Союза Писателей. Асеев Николай Николаевич спросил, Саша, а что он написал Борис Глебовичу? Коля, зачем ты так ставишь вопрос? Он ничего не написал. Но дело в том, что, Борис Глебович Успенский, сын замечательного писателя-демократа Глеба Успенского, которого мы не сумели издать полностью до войны. На нас лежит очистительный долг после окончания войны выпустить полное собрание его сочинений. Если бы ты посмотрел каракули, которыми писал Глеб Иванович Успенский, то понял бы, что если бы потеряем Бориса Глебовича, то никто не прочтет этого. И в настоящих условиях принять Бориса Глебовича, это все равно, что принять самого Глеба Ивановича. Я потом не понимаю, Коля, ну к чему ты так ставишь вопрос? Ты же знаешь сам хорошо, что это интеллигентный человек и он много не съест. Приняли союз Бориса Глебовича Успенского, прошло еще дело два. Затем Фадеев сказал, здесь тосать заявление какого-то Перцова Петра Петровича. Но дело в том, что во-первых тосать его никто не рекомендует, книг его никто не читал, рекомендации при этом тосать не приложено. Он писал так сказать очень давно, одна книжка вышла в 26-м году, воспоминания тосать в 32-м. Я не знаю тосать, сейчас идет 42-й год, он 10 лет так сказать не писал. Может быть тосать мы воздержимся от приема, потому что тосать у нас уже один Перцов Виктор Оспович в союзе уже есть. Никто же не знает товарищ, но как же мы будем принимать человека, которого никто ни одной строки не читал. Я сказал я не знаю у Перцова, но я читал одну книжку Перцова. Товарищи, обнажим головы. Заговорили не мы, Иракли, ты же тосать никогда не брал слова на этих секретариатах, тосать, что ты хочешь сказать, скажи, только не агитируй, говори покороче. Я сказал, я читал книжку у Перцова, посвященную Третьяковской галереи. Да-да-да-да-да-да. Когда это было? Я говорю, это давно было. Ну, о чем он там пишет? Ты же не помнишь, наверное. Я говорю, он пишет про Третьяковскую галерею. Ну, это же мало, так сказать. Ну, ясно, что книжка Третьяковской галереи будет про Третьяковскую галерею. Ну, что ты нам, так сказать, рассказываешь? Ну, о чем он пишет? Я говорю, о картинах Третьяковской галереи. Ну, важно, с каких позиций, так сказать, это написано. Он мне не пишет 10 лет, я не знаю, как нам в этом случае быть. Я говорю, ну, он очень старый человек по моим представлениям. Товарищи, это моя вина, я просто не обратил внимания, это глубокий старик, он, вероятно, просто уже не может писать. Так об этом надо подумать. Жалко, что только ты читал это и плохо помнишь. Кто он такой? Что ты еще про него знаешь? Я говорю, он был корреспондентом блока, его хорошим знакомым, был редактором-издателем журнала «Новый путь». Когда это было? Я говорю, это было вот перед революцией 905 года. Так ты скажи нам скорее, что он не участвовал в сборнике Вехи. Я говорю, нет, он не участвовал, его там нету. Да-да-да-да-да-да. Ну, а что там про Третьяковскую галерею? Товарищи, я думаю так, самое содержание Третьяковской галереи лишает автора возможности говорить об антинародном искусстве. С другой стороны, так сказать, книга издана в наше время, так сказать. Вероятно, так сказать, она все-таки посвящена содержанию Третьяковской галереи с позитивных позиций. Понимаете, глубокий старик, так сказать, где-то у нас рядом, так сказать, просто, как говорится, помирает от голода. У него же даже просто нету заработка литературного. Он же просто не может писать. Мы говорим о гуманизме, ведем благородную гуманистическую войну, так сказать, и дадим рядом умереть пожилому, так сказать, литератору. Я считаю, что надо принять Перцова из уважения к Ираку. Серьезно, в других условиях, так сказать, мы не могли бы этого сделать, но у нас же нет сейчас возможности разбираться, так сказать, в творческом наследии этого Перцова, так сказать, что он написал. А пока мы будем, так сказать, изучать это дело, он у нас помрет. Нельзя этого допустить, так сказать. Я думаю, что мы все проголосуем за то, чтобы его приняли. Проголосовали и приняли. Прошло еще несколько дел. Явилась анкета библиографа Владиславлева. И Фадеев сказал, товарищи, я очень уважаю Владиславлева. Это, конечно, крупнейший человек, но мне прискорбно сказать, что мы не можем принять его в Союз Писателей. Дело в том, что, так сказать, он библиограф, он ничего не написал. Все-таки наш устав запрещает принимать, так сказать, людей не пишущих. Надо, так сказать, решить этот вопрос раз и навсегда, он составляет в списке написанного. И я уважаю его, и все мы, так сказать, его уважаем и готовы были бы принять. Но если бы это им ограничилось, ведь если мы примем его, надо принять другим библиографом. Мы растворимся так в числе людей, которые составляют в списке написанного, так сказать, в литературе. Я считаю, что нам надо воздержаться. Тогда Лебедев Кумач сказал, Александр Александрович, дело в том, что Владиславлев сам ничего не написал, но и из нас никто ничего без него не написал. Вадеев сказал, Василий Иванович, так если вы что-то написали с помощью Владиславлева, вас за это уже приняли в союз писателей. Я считаю, что мы должны воздержаться. Тогда Сейв сказал, нет, слушай, Саша, жалко, давай примем его в виде исключения. Нет, Коля, это исключение откроет, так сказать, дверь, каждому библиотекарю, который принесет нам список из десяти книг и будет утверждать, что это великое, так сказать, открытие. Я считаю, что давай, так сказать, исключим его в виде принятия. Потом принимали военных писателей, все это прошло очень дружно, очень единодушно, я бы сказал, возвышенно и благородно. Это было прекрасное собрание, как-то люди, принимавшие военных писателей в члены союза, как-то сами между собой еще более сдружились от сознания, что они выполнили правильное и хорошее дело. А через несколько дней я пришел в столовую нашего писательского клуба занял место за столиком и вдруг подошел какой-то старичок с седненькой бородочком, усики беленькие, с мешочком. Вы скажите, пожалуйста, здесь не занято? Я говорю, нет, здесь не занято. Вы здесь сидите всегда? Я говорю, я сижу на фронте всегда, но в данное время я, вот пока в командировке в Москве, я сижу здесь. А вы не знаете, здесь подают к столу или на самому очередь идти? Я говорю, здесь подают. Вот тогда, если можно, я займу место здесь. Я бы хотел познакомиться. Перцов Петр Петрович. Я говорю, Петр Петрович, как я рад бесконечно, что я вас вижу. Да что вы! Вы знаете, я думал, меня уже никто не знает и все забыли. а мне вот говорили, что какой-то военный очень горячо обо мне говорил на заседании президиума. Вот вы второй. Я не стал его разочаровать, что это все тот же я. А после обеда было уже темно, я пошел провожать его куда-то на красную пресню, он шел со своим мешочком в валеночках и почему-то словно нарочно старался все время упасть. Такое было впечатление, он все время в этих валенках скользил, я его поддерживал, он боялся пролить те остатки, которые он нес от обеда, я его провожал раз-два, а потом уехал на фронт и больше его не видел. По наведенным справкам он умер после войны. А недавно вдруг выяснилась совершенно другая история, которая бросает на личность, на фигуру Петра Петровича какой-то необыкновенный, новый и сильный свет. Был во времена Пушкина поэт Эраст Перцов, человек умный, образованный, решительный талант, которого в поэзии весьма одобрял Пушкин. Кроме того, известно от одного из современников, что Перцов был личностью близкой к Пушкину, и что он писал стихотворные шалости, которые поощрял Пушкин, и которые очень хвалил. Ничего из этих шалостей не дошло, и о знакомстве Пушкина и Перцова ничего кроме этого неизвестно. Правда, нашлось и известно мне одно стихотворение, никакие не шалости, а восторженное стихотворение, посвященное Перцовым Пушкину. В этом стихотворении есть великолепные заключительные строчки, которые я наизусть не знаю, но они очень коротненькие, я вам прочту. Как часто юные поэты, плетя на твой узор цветы, кончают рифмами твоими, и рады знать твои грехи, чтоб исповедоваться ими. Вообще прелестное стихотворение, совершенно панигирическое в адрес Пушкина. Вторично имя Эраста Перцова всплыло в 1858 и в 1861 году, когда выяснилось, что он и его брат Владимир Перцов, крупный чиновник одного из министерств петербургских, оказались яростными врагами самодержавия и необычайно смелыми, дерзкими даже корреспондентами Герцена, которые снабжали его русскими материалами. Петр Петрович Перцов их племянник. Как часто кажется, что пушкинская эпоха от нас где-то за громады лет, за горами, и вдруг выясняется, что совершенно близко, гораздо ближе, чем мы думали, что это просто племянник и дядя. Дядя жал руку Пушкину, а мы жмем руку племяннику. Ведь это тоже традиции, только те, о которых мы как-то реже говорим, это же тоже эстафета. Эстафета общественной мысли, эстафета духовной культуры. Впрочем, до Пушкина не может быть далеко. Если дело идет о Пушкине, то это всегда близко. Удивительно близко. Так близко, что приходится заглянуть внутрь себя, потому что он в нас. АПЛОДИСМЕНТЫ Трижды обиженный или все познается в сравнении. Кто не помнит в Ленинграде Ивана Ивановича Солертинского, замечательнейшего музыковеда, образованнейшего театроведа, талантливейшего литературоведа, искрометного балетомана и балетоведа, многих наук и искусств веда, языковеда. Человек, который знал такое количество иностранных языков, что сам не мог подсчитать, сколько он их знает. И отвечал обычно на этот вопрос как-то странно после некоторой запинки. Да как раз совершенно точно не то 23, не то 24 без словаря, а со словарем много более того. А чего того, уже никто не мог сказать, коль скоро он сам этого не мог сказать. Впрочем, все-таки удалось выяснить, что он знал 25 языков и 100 диалектов. И личный свой дневник вел на старо-португальском языке. Дневник затерян, но если он будет найден, надо будет еще найти способ, как прочесть его, потому что специалистов подобных Ивану Ивановичу Солертинского кажется нет. Это был человек необыкновенный во всех отношениях. Прежде всего, он был наделен от природы такой феноменальную памятью, что кажется запоминал решительно все, что когда-либо слышал или когда-либо видел. У него была так называемая фотографическая память. Ему достаточно было раскрыть книгу, и он не читая ее построчно, а только окинув взглядом, мог закрыть ее и произнести вам текст наизусть, может, ошибаясь в каком-то одном или двух словах. Поэтому он не читал книги, а просматривал их. Ему совершенно было достаточно, чтобы потом обратиться к этому просмотру и вспомнить текст дословно. Поэтому иногда бывало так, вот я служил в публичной библиотеке, он меня попросит разрешения вынести ему какую-нибудь книгу, которую надо мне выдают. Я выношу на свое имя книгу с тем, чтобы он унес ее к себе. Он на ступеньках перевистывает ее, говорит, ха, содержательная книга, это очень интересно, мне понадобятся из нее некоторые цитаты. Я говорю, так возьми ее. Нет, нет, зачем? Как зачем? Тебе она нужна. Я ее уже прочел. Когда же? Сейчас? Я говорю, ну это не может быть. Проверь! Любая страница. Но это было что-то невероятное, почти недостоверное. Кроме того, он очень мало спал, и это давало ему возможность почти в течение круглых суток пополнять и без того обширное образование свое, которое зиждилось на этом фундаменте феноменальной памяти, феноменального знания всей иностранной литературы. Надо сказать, что работоспособность его была совершенно феноменальная, я бы сказал, гомеричная. Это было что-то такое, восходящее ко временам эпоса. Это даже нельзя представить, чтобы один человек мог осилить такое. Он читал лекции в Институте Истории Искусства, в Консерватории, в Педагогическом институте, в Хореографическом училище, в Театральном училище. Он руководил секцией критики музыковедения Ленинградского союза композитором. Он консультировал Ленинградское радио музыкальное. Он был членом Худорственного совета Кировского оперного и балетного театра. Он был сотрудником многих журналов, энциклопедий. Он читал множество публичных лекций. Он был широчайшим образом осведанным в самых разных областях и не переставал при этом учиться. И он был профессором на одном отделении Института Истории Искусства и студентом в то же время на другом. И когда в качестве профессора получал деньги, то иногда в ведомости расписывался по-японски, по-арабски или по-гречески. Ибо знал и эти языки. Такая рассеянность человека обремененного знаниями. Он был просто великолепен. И надо вам сказать, что он читал самые разные предметы. Он читал историю театра, историю музыки, историю музыкального театра. Он читал историю танца, историю балетного театра. Чего только он не читал. Он все успевал и даже имел вид не очень обремененного делами человека. Он способен был остановиться, пошутить, поговорить. Он был совершенно как обыкновенный человек, который не замкнут в себе и не вытращивает от занятости глаза. Он вел себя совершенно свободно и совершенно спокойно. Но при всем том, основное, чему он посвятил свою жизнь, была Ленинградская филармония. И оркестр Ленинградской филармонии, который стяжал сейчас такую великую мировую славу, как один из лучших оркестров мира, в значительной степени обязан этим Ивану Ивановичу Солертинскому, который в течение долгих лет был художественным руководителем филармонии, прививал вкус публики и вкус оркестру, расширял репертуар и превратил Ленинградскую филармонию в одно из самых светлых художественных учреждений, которые существуют на земле. Так я считаю. Может быть, есть кто не согласен, тот поправит меня. Я считаю так. И вот, надо сказать, что в филармонии Иван Иванович начал с должности редактора, потом был художественным консультантом, потом художественным руководителем филармонии, и в то же самое время он был главным лектором филармонии. Вообще, надо сказать, что когда человек так много знает, как Иван Иванович, хотя таких я просто не знаю, которые бы знали так много, но когда он вообще человек много знает, он часто становится копилкой своих знаний, он привязан к этим знаниям, он помнит их только, так сказать, по одному поводу, он становится каким-то библиографическим справочником, ничего подобного. Мысль Ивана Ивановича ни в какой степени не была скована, он был человеком умнейшим, необычайно острым, остроумным, мысль его была всегда страстный, смелый, необычайно быстрый, ни в какой степени его инициатива не была подавлена, и он был при этом блестящим оратором, блестящим полемистом, блестящим писателем по вопросам искусства, я бы сказал, он был редчайшим представителем вот такого энциклопедизма, который в 20 веке уже представляет довольно большую редкость, когда наши специальности так сильно нас приковывают к нашим, так сказать, очередным и узким делам, что такие уже широчайшие охваты, какие были свойственны Солертинскому, это уже довольно большая редкость, потому что он был широко эрудирован в области истории, и экономических наук, и социальных наук, и психологии, логики, философии, был широко образованный человек, но его публика знала главным образом, как лектора филармонии. Он постоянно появлялся перед началом симфонических концертов и произносил, в ту пору не было микрофонов, произносил несколько натужливым голосом с необычайно четкой, даже преувеличенно четкой артикуляцией, произносил вступительные слова перед концертами, в которых исполнялись произведения либо никогда не игрные, либо вовсе забытые. И будем говорить прямо, лектор не самая популярная фигура в симфоническом концерте, и многим аплодируют из благодарности, что скоро кончил. Когда Иван Иванович кончал свое слово, аплодисменты раздавались не только благодарные, но и с выражением сожаления, что он быстро кончил. Его можно было слушать сколько угодно. И все в Ленинграде, кто когда-либо посещает филармонию, а филармонию посещает в Ленинграде колоссальное число людей, ибо Ленинград город музыкально-центрический, в отличие от Москвы, который является театрально-центрическим городом. Так вот, в Ленинградской филармонии бывают люди, которые даже совершенно не могут слушать музыку, но приходят, потому что это, так сказать, место, куда собирается всякий человек, который хочет поделиться своими соображениями об искусстве, своими эмоциями. И вот, Иван Иванович постоянно появлялся перед этой аудиторией, и все его знали, и все говорили о нем. И надо сказать, что все в нем было привлекательно. Его артикуляция, его голос, его походка, его мимика, его жесты, все так и просилось быть запечатленным. И что удивительного в том, что я своими слабыми силами подщился как-то показать Ивана Ивановича в присутствии самого же Ивана Ивановича. Пользуясь Пользуясь нашими приятельскими отношениями, я за обеденным столом, пропустив вначале некоторые другие рассказы о других лицах, которые вызывали, не лица, а рассказы вызывали весьма одобрительные замечания и подсмеивания Ивана Ивановича, который говорил, как ты его поддедюлил, или что-нибудь вроде этого, да-да, ты его подцепил, ты гляди, как ты подкрался. Но вдруг я без всякого предупреждения изобразил самого Ивана Ивановича. Я произнес просто несколько фраз его голосом. Иван Иванович, который только что был весьма оживлен, сделался вдруг вял и индифферентен, откинулся на спинку дивана, на котором сидел и сказал, ты меня прости, это глупо, пошло и не смешно. Характером моим ты не владел ни в какой степени, все это чрезвычайно министерно и ничтожно то, что ты показал. Ничего интересного по тексту я от тебя не услышал, все время хотел чрезвычайно соснуть это, кстати, крайне слабый твой опуск, я бы даже сказал, что это самослабейшее твое произведение и вряд ли ты станешь его показывать снова, а если же станешь показывать, то, как говорится, тебе подскажут другие, что это нехорошо, в чем я и не применил убедиться. Потому что Иван Иванович встретился мне как-то вечером на концерте, когда я был в обществе одной дамы, подскочил к нам и будучи знаком со всем Ленинградом, следовательно с моей спутницей, подскочил и возопил. Каким образом может его находиться в обществе этого ужасающего господина? Почему же ужасающего изумилась моя спутница? Ну, знаешь, вы просто проводите время в обществе человека, о котором вы не имеете ни малейшего представления. Перезвали наш, дорогой друг Ираклий, наш Коко Ираклий, наш Вово Ираклий, наш Зизи Ираклий, чрезвычайно популярный в ленинградских кругах, главного в обществе дам, как один из лучших мастеров по надеванию ботиков, а также по доставлению балетных чемоданчиков до дверей театра, а дальше ни-ни. Его также можно послать проверить номера Ле Тореи Аллегри с тем, чтобы, так сказать, выяснить, на какую из них пал в играх. Главное, что этот субъект никогда ничего ни от кого не требует, он совершенно, так сказать, мил, услужлив и бескорыстен, и никто никогда не любил его, и только какая-то одна дура, узнав о такой его великой благожелательности, закричал, ах, какой ты особенный и ни на кого не похожий, какой ты бескорыстный, я вся твоя. Я не могу передать вам, как я обиделся. Я чуть не зарыдал, и тут же в филармонии я прошептал себе клятву, что я никогда в жизни не буду изображать Ивана Ивановича. Ну, на кого покусился, малоумный, куда ты с ним соревноваться, о боже, но как-то иначе кристаллизовались события, от меня совершенно независимо. Шумно и оживленно было в зале Ленинградской филармонии в один из январьских вечеров 1935 года, когда со всех концов города съехались в филармонию почитатели творчества великого австрийского симфониста Густава Малера и разговоры о первой симфонии Густава Малера, сыгранные под блистательным руководством дирижера Фрица Штидри, который в те годы возглавлял оркестр Ленинградской филармонии и предваренный не менее блистательным ступительным словом Ивана Ивановича Солертинского, Эти разговоры можно было слышать и в самом зале, и за кулисами, и в кулуарах, но я хочу быть совершенно точным. Дело в том, что в этот вечер было 42 градуса мороза и публика, которая съехалась в филармонию, так очень картинно расположилась в разных местах зала, образуя живописные группы, но если бы ее посадить все вместе, то она едва бы заполнила собой первые три ряда. Когда отзвучали последние такты симфонии, и дирижер Штидри нахлобучив такую широкополую шляпу и надев на себя подбитый мехом плащ и проведя легкую дискуссию на тему успеет ли он озябнуть, пока перебежит из здания филармонии в здание европейской гостиницы, что, как известно, дверь в дверь напротив, около 40 шагов через улицу. Когда последние лампы филармонии стали гаснуть, то почти все бывшие в ней слушатели стали так разговаривать между собой, что надо было бы в сущности пойти фитировать старика Штидри. Какой был великолепный концерт сегодня, изумительный просто, симфония Манера, гениальная, гениальная. Штидри так ее вдохновенно исполнил, и какой молодец Иван Иванович, какое слово он произнес перед симфонией, как это все было интересно, как содержательно, и ведь это по его инициативе была исполнена эта симфония, это же он решил и настоял на том, чтобы проводить Малеровские циклы. Ах, это было прекрасно. Пойдемте, сейчас не поздно, хотя бы ненадолго. И когда все погасло в филармонии, почти все гости перекочевали через улицу, по-два и по-троя, и когда я в обществе двух художников появился в номере Штидри, он занимал такой номер квартиру с роялем, там было полно народу. Там были композиторы, пианисты, дирижеры, и скрипачи, музыкальная критика была представлена довольно широко, в мягких креслах возле овального стола, уставленного тарелками с тортинками и пивными бутылками сидел Иван Солертинский, весьма погрузившийся в кресло, был даже Всеволод Эмильевич Мерхольд. Сам Штидри не в силах прийти в себя после вдохновенного исполнения симфонии Малера, только переменив фрак, взмокший на халат перепоясанный шнуром с большими кистями, расхаживал по комнате и исполнял только что отзвучавшую филармонию симфонию Малера. Как известно, лучшие исполнения всегда бывают за пулисами, после окончания концерта тогда вот всем известно, как надо было сделать. И хотя он дирижировал там прекрасно, здесь он вносил для себя какие-то новые нюансы, расхаживал по комнате, как в лесу, не обращая внимания ни на каких гостей, и даже отчасти толкая их и напевал рам-па-па-па-па-па-пам, нюра-па-па-па-па-пам, нюра-па-па-па-па-пам, ра-па-па-пам, ра-па-па-па-пам, нюра-па-па-па-па-пам, нюра-па-па-па-пам, 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 Он делал так. Тут подали ему макароны, спагетти. А Штидер всегда отдельно питался от гостей. У него была своя диета. И не переставая дирижировать, он схватил два ножа и принялся с величайшим искусством уписывать эти макароны. Крюш. 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 партитуру, смотрел презрительно в зал и потом снова. И начинал. Все эти манипуляции я проделал. Штидре выпучил глаза, никакого звука не раздалось. Он встал, закрыл крышку инструмента и сказал, «Нимай, никогда! Там стеной болит живот сосед. Очень несчастный, больной. Нельзя громко. Это что? Это отвратительно. Очень мало и плохо похож. Нахал, толстяк и немножко сволочек. Иван Иванович торжествовал. Кой черт я дернул показывать Штидре так грубо. Господи, я посоветовал. Но своя-то голова есть на плечах или нет, мизерабль несчастный. Я просто удивляю. У тебя никаких нету ни стервующих центров, ничего. Я же не знал, что ты будешь показывать так необычайно, грубо и олиповато. Посмотри, в каком он хорошем состоянии. Он просто взбесился. Говорят, сейчас он ополнится. Я боюсь, что нам больше не встречаться на этой территории. Прости, мой маленький. Мы будем встречаться в других местах. Сюда тебя никогда не пустят. Я думаю, что тебе надо сейчас запоминать дорогие черты, глотать последние впечатления. Тебя сейчас выкинут отсюда. Я не знаю, что происходило в это время в темном для меня сознании Штидре, но только походив по комнате в очень разгневанном состоянии, в очень таком возбужденно-ожитированном, он вдруг снова подошел ко мне, потрипал меня по плечу и сказал, «Ах, теперь будет вот кто! Ванка Солертинский!» Солертинский очень взволновался. Кой черт и кому это надо? Я это сочинение видел. Это самослабейший опус Иракия и вряд ли стоит его сегодня воспроизводить. Неужели ты будешь портить впечатление от более удачных произведений? Не знаю, как хочешь. Впрочем, это твое дело. Я могу напомнить тебе, что я сказал тебе в первый раз. Это изумительно глупо, чрезвычайно пошло и абсолютно не смешно. Ты знаешь что? Я уже давно заметил Иракию, что у тебя в башке сравнительно мало очень серого вещества. Но в последнее время я убеждаюсь, что у тебя в черепе аптековская чистота. Кто-то даже сказал про тебя очень удачно, что если тебя рубануть по твоей толстой шее широкой турецкой саблей, то твоя башка полетит вверх. Пожалуйста, показывай. Я не против этого. Я не желаю тебе этого запрещать. Только предупреди, когда ты начнешь, я постараюсь поспать. Слушать это снова я совершенно не намерен. Да-да. Ты знаешь что? Я только хотел предупредить. Действия не бывают односторонними. С завтрашнего дня твоя фигура начнет получать довольно чувствительные уколы. Это будет легкий дуэль, как говорили в старину. Легенький дуэль. Будут уколы. Я думаю, что этот интеллектуальный дуэль будет для тебя затруднителен, потому что для того, чтобы дуэль могла произойти, надо иметь два мозга на двоих. А у нас, покуда что один, и он не принадлежит тебе, мой маленький. Пожалуйста, начинай. И только я хотел бы интересовать, с каких пор Штидри является для тебя главным консультантом в области русского театра и русской литературы. Пожалуйста, показывай. Да-да. Неужели ты будешь показывать, когда никто не просит? Но тут раздались голоса. Да-да, покажите Ивана Ивановича. И я решился. Но что я мог сделать? Ну вот сами посудите. Когда Солертинский попросил показать Штидри, это я проявил полную готовность. Теперь Штидри просит показать Солертинского, это я боюсь. Я должен был это сделать для того, чтобы уравновесить создавшиеся отношения. И вы сами представляете легко, что я не собирался делать рассказ, который мог бы задеть Ивана Ивановича. Я не собирался вкладывать ему в уста слова, которые он не произносил. Не собирался придавать этому портрету какие-нибудь иронические черты. Я мечтал выступить в роли фотографа и сделать совершенно точный фотографический портрет того, что мы слышали три часа тому назад в филармонии перед началом симфонии Малера, когда выступал Иван Иванович. Я остановился перед ним и сказал, что Иван Иванович, меня простит, и сегодня говорил в филармонии так. Третья часть первой симфонии Малера это гениальное скерцо в манере каллу. Лесное зверьё хоронит умершего в лесу охотника. В оркестре идут жабы и вороны, зайцы-лисицы утирают лапками притворные слёзы, и вдруг на фоне квакающих звуков кларнета вступают за сурдиненные трубы, и контрабас-солло начинает излагать тему известной народной песенки «Эх, что ж, ты спишь, братец Яков!» И эта тема, разрастаясь, переходя из одной группы инструментов в другую, приобретает черты похоронного марша, малого-малого, приобретающего уже апокалипсические размеры, и написан этот марш как предвестие новой экспрессионистической манеры, и предвещает того самого Манера, который изобразит гибель высокоцивилизованного европейца, погибающего с часами в руках. Это та симфония, которая предваряет творчество Манера в целом. Творчество Манера, которое венчает собой развитие европейской симфонии, начинающейся примерно со дня смерти Петхомера, после Петхомерской симфонии, и кончающейся со смерти самого Манера, великого, мелкопуразного композитора первого десятилетия XX века. Я получил столько одобрений, сколько заслуживал. От Ивана Ивановича я не получил никаких одобрений. Иван Иванович сказал, я буду предельно краток. Гнусно! С завтрашнего дня ты убедишься в том, что не ты будешь победителем в этом споре остроумцев. Я даже не хотел бы испытывать те уколы, которые получишь ты. С завтрашнего дня мы начнем пикироваться, и эти пикировки заставят тебя попищать. Да-да, как хочешь. Вот мне кажется так. Мне кажется так. Я не знаю, как стали бы развертываться события дальше, если бы не композитор Щербачев, человек несколько тучный, и вяло введший себя в этот вечер, он как-то полулежал, облокотившись на крышку рояля, а тут вдруг проявил инициативу и сказал, товарищ, среди нас находится Борис Александрович Арапов, композитор, вот мой ученик, который тоже ведь очень похоже изображает Ивана Ивановича. Может быть, для сравнения мы попросим Бориса Александровича показать портрет его работы, который, мне кажется, заслуживает тоже большого внимания. И вот на то место где только что стоял я, выбежал в ту пору молодой ленинградский композитор Борис Александрович Арапов, очаровательный человек, очень талантливый, очень милый, мой большой приятель и друг, который, остановившись против Ивана Ивановича, сказал, видишь, Иван Иванович, дело в том, что я вижу тебя несколько иначе. Андроник в тебя изображает, в некотором смысле ты в его изображении похож на такую остывшую манную массу. ты, по-моему, гораздо острее и гораздо интереснее, чем тебе показывает Андроник. Вот я предлагаю вниманию гостей, я предлагаю вот такое представление об Иване Ивановиче. Иван Иванович говорит так, «Пууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Малер это совершенно без всяких сомнений и без всяких продолжений Малер гениаль, я говорю о нем много, я говорю о нем долго, я говорю о нем часто Я говорю о нем феноменально, я говорю о нем колоссально, я говорю о нем еще более того Я говорю о нем талантливое, это замечательно И что было бы, если бы Малер был без меня, что было бы, если бы я был без Малера Малер, 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 Малер Надо было видеть, что сталось с Иваном Ивановичем. Он как-то стал выпадать снизу вверх из кресла, ударяясь при этом животом о воздух. В то время, когда Арапов показывал свой пашквиль, Иван Иванович стал выпадать, восклицая, что это? Я требую мгновенного прекращения этой доморощенной отсебятины после высоко квалифицированных произведений, которые мы здесь услышали. Есть ли здесь хозяева в комнате? Или здесь все писаря в голове? И долго он еще волновался, вечер как-то был несколько смят и попорчен, гости стали одеваться, Штидли стал рассказывать по комнате, напевая из симфонии что-то печальное. Тут гости подходили к нему одеты. Он не задерживал их, а пожимал их в руку и присовкупляя свое любимое итальянское «Адьо», Ман Либа отчасти помогал им выйти таким вращительным движением ладони в лопатку. Когда я уже одетый стоял возле дверей, попрощавшись с хозяином, ко мне подошла жена Ивана Ивановича, Ирина Францовна, и сказала, «Ираклина, одну минуточку я к вам по поручению Ванечки». Дело в том, что Иван Иванович считал, что вы показываете его не смешно и не похоже. Но только после того, что он сегодня увидел в изображении Борисанча Арапова, он по-настоящему сумел оценить всю степень вашего дружеского такта и участия. Он просил передать, что он нисколько на вас не сердится, и велел мне позвать вас обедать. Вмеж вами все равно остаться так, как было. Приходите обедать скорее, не нужно откладывать, вы должны остаться друзьями. Но я сейчас не могу, и она кинулась на лестницу, откуда неслись крики. Чудовище! Градьба! Невска! Склепа! И пошпа! Пойдем! Продолжение следует...